На телеканале ЛАБА Время новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. Глава района провел расширенную планерку. Какие вопросы обсуждались в этот раз, узнали наши журналисты. Школы готовятся к учебному году. Продолжается реконструкция и школы искусств. Игорь Чигаев проверил темп работ. Игорь Чигаев провел расширенное планерное совещание. На повестке дня подготовка к единому дню голосования. Он пройдет уже меньше, чем через месяц, 8 сентября. Также обсудили подготовку к первому фестивалю экологического туризма, ремонту социальных объектов и дорожной сети района. Слово Юлии Сухомлиновой. На повестке дня расширенного планерного совещания при главе района ряд важных вопросов, посвященных как подготовке к предстоящим мероприятиям, так и благоустройству территории муниципалитета. Первый вопрос – подготовка к единому дню голосования. Александр Семеряков доложил о проделанной работе. Напоминаем, что 8 сентября будут избираться пять глав сельских поселений и депутатов городской и сельские советы. В районе проведено выдвижение и регистрация кандидатов на должность глав и депутатов советов поселения. По итогам на должность главы поселения выдвинулось 25 кандидатов. Из них зарегистрировано 22 кандидата, 5 кандидатов от партии Дина Россия, 5 кандидатов от ЛДПР, 1 кандидат от КПРФ и 11 кандидатов самовыдвиженцев. На должность депутата совета поселения в территориальную избирательную комиссию сдали документу 359 кандидатов, из которых 351 кандидат был зарегистрирован. 26 августа все избирательные участки должны быть готовы 100% к проведению дня голосования. Кроме состояния избирательных участков, прошу обратить внимание главы поселения на техническое состояние и готовность автотранспорта, который будет задействован в день голосования. Лобинский район расположен в перспективном для развития туризма месте. Первой мощной презентацией его потенциала станет фестиваль экологического туризма. Он пройдет 24 августа на территории Цветочной долины возле станицы Каладжинской. Ничего подобного во всей предгорной зоне не было. И моя задача сделать это мероприятие ежегодным. Все большие курортные территории, все так или иначе с этого начинали. С таких событийных и интересных мероприятий. Поэтому я сам в это мероприятие вкладываю, так можно сказать, душу, отношусь с ним большим трепетом. Цель мероприятия – привлечь внимание туристов и инвесторов к муниципалитету. О ходе подготовки к ЭК-фестивалю доложила Галина Цимбал. В программе планируется обустройство пешей, которая по времен, начиная с первобытного человека и заканчивая нашей эрой. Реконструкция казачьей станицы, уклада жизни, ярмарка ремесел, мастер-классы для детей и взрослых. Кроме того, планируется выступление творческих коллективов, национальная кухня, бесплатные угощения на плачевом развале, фотозоны, спортивные игры. Сегодня прорабатывается вопрос по скалодрому. Кроме того, будет веревочный городок, а также представлены археологические тайны нашего района, такие, например, как место проведения фестиваля является памятником археологии и верхняя часть его называется городище прогон. Кроме того, будет организована молодежная зона, молодежный привал с песнями по гитару, отдых на Лебедином озере. Также мы планируем организовать сельский базар с экологически чистой продукцией, произведенной в нашем районе. Планируется проведение шоу мотофристайла и многое другое. Подобное мероприятие проводится в муниципалитете впервые, поэтому параллельно с развлекательной программой прорабатываются организационные вопросы. Особое внимание уделяют безопасности. Власти прилагают большие усилия, чтобы фестиваль прошел на высоком уровне. В настоящее время подготовлено постановление главы района проведения данного мероприятия, утвержден состав оргкомитета, определены ответственные лица за каждое направление фестиваля, включая главный вопрос, это общественная, конечно же, безопасность наших жителей и гостей, первого экологического фестиваля Экотур в Лобинском районе. Хочу сказать, что проведение данного фестиваля согласовано с Министерством природных ресурсов Краснодарского края. Отдельное внимание строящимся в муниципалитете объектам. На сегодняшний день проведены все планируемые торги и заключены контракты. В пяти населенных пунктах планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорожных путей. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Краснодарского края на территории района осуществляется в пяти поселениях. Это Лобинское городское, Владимировское, Сладковское, Первосинюхинское, Ахметовское поселения. Общая сумма 180 миллионов рублей. За счет данных средств планируется осуществить реализацию на 26 объектах. Это 21 по городу и 5 по району. В селе Горном у нас выполняется строительство моста 24 метра. Работа уже начата. В настоящее время зачищена площадка. Выполнено устройство объездной дороги. Заказаны строительные материалы. Семь дорог в городе. Первосинюхи. Общей протяженностью 7,8 километров. Работы выполняются. В первосинюхе одна автомобильная дорога уже выполнена, а вторая приступили к выполнению. Ориентируемся, что к концу недели закончат. Устройство 17 тротуаров в городе, в Сладковском и Владимировском сельском поселении. 16,5 километров. Работы везде начаты. В настоящее время еще нигде к завершению не подошли. Подготовительные работы идут. Устройство бордюров, подготовка под асфальт. Срок завершения всех работ, максимальной даты, это 20 декабря 2019 года. Мы планируем закончить раньше. В Вознесенском и городском поселениях осуществляется реализация государственной программы «Комфортная городская среда». В Лобинском городском уже приступили к выполнению благоустройства общественной территории сквера по улице Красной и дворовой территории Турченинова-Делегатская. Строительно-монтажные работы осуществляет ООО «Европа», город Краснодар. Пока они занимаются подготовкой территории под благоустройство, разбивкой и заказывают строительный материал. Также 9 августа заключен контракт с станицей Вознесен между администрацией Вознесенского сельского поселения и Европой на благоустройство прилегающей территории по улице 50 лет октября. Стоимость работ 19, почти 20 миллионов рублей. Срок завершения работы до 10 ноября. В муниципалитете большое внимание уделяется здравоохранению. В Хуторе-Сладком идёт строительство кабинета врача общей практики. Срок завершения работ до 10 октября. «Объём выполненных работ на сегодня составляет примерно 32%. Работы идут нормально, пока сбоев у него нет». Особое внимание уделяется газификации муниципалитета. Благодаря государственным программам в скором времени сразу в нескольких районах в домах у людей появится долгожданное тепло. «Газификацию в Лобинском районе мы в этом году осуществляем. Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от Хутора-Сладковского до Станицы-Упорной. Стоимость работ почти 24 миллиона, протяжённость 5,7 километров. На сегодня уложено 320 метров. Работы ведутся. Срок завершения работ до 20 октября. Газификация северной части Лобинского городского поселения, протяжённость порядка 3 километров, стоимость 31 миллион рублей. Срок завершения также 1 ноября. Строительство осуществляет ООО «Купаньстройсервис». На сегодня они уложили уже 500 метров, готовят остальную трассу под укладку трубы. Сегодня-завтра должна труба поступить. Таким образом, по этому объекту 20% у нас уже идёт освоение и выполнение работ». Одним из крупных объектов строительства является реконструкция здания Старого дома культуры под детскую школу искусств. «На сегодня объём выполненных работ составляет 44-45%. Подходим уже к отделочным работам. Второй этаж практически весь готов под укладку плитки и обои. Первый этаж работы ведутся». Выделены средства на ремонт и реконструкцию социальных объектов. «Выделено из краевого бюджета 31 миллион 455 тысяч рублей. На условиях софинансирования из муниципального бюджета 4% – 1 миллион 258 тысяч рублей. На трёх объектах работы по замене оконных блоков завершены на 100%. Продолжаются работы в средней и общеобразовательной школе номер 21 Станицы Ахметовской по капитальному ремонту кровли. Подрядчик-индивидуальный предприниматель «Эспирян» Вороздат Володович, город Тормовир. Работы выполняются в соответствии с графиком производства. Работ на сегодняшний день выполнены на 90%. Дата окончания работ планируемая 19 августа 2019 года. В 16-й Каладжинской школе проводится капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков». В районе одновременно реализуется несколько государственных программ по благоустройству и развитию муниципалитета. «На каждом этапе нужен строгий контроль. И пусть сейчас нелегко, но результат стоит затраченных сил», говорит Игорь Чагаев. «На себя много взяли обязательств. Тяжеловато, чувствую, по всем, что тяжеловато. Но в то же время, когда это все пройдет, будет чувство максимального удовлетворения своей работы, своей полезности. Потому что если есть «Эспир», если даже по той же «Вознесенской», смотришь, такие проекты интересные. Но когда в Станицах никогда в жизни Станицах не могла всегда никакое поселение построить такие проекты, такие по благоустройству территории, благодаря президенту, губернатору, правильным программам и реальным, все это у нас возможно». Также на совещании рассмотрели вопрос о пожарной безопасности. В осенне-летний период высока вероятность возгорания сухой травы и возникновения пожаров. Главам поселений даны рекомендации по проведению профилактических мер пожарной безопасности. Татьяна Гольцова, Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». К началу учебного года завершится ремонт фасада второй городской школы. Это будет отличным подарком учителям и ученикам. Сейчас работы вышли на финишную прямую и совсем скоро все увидят обновленное здание школы. Директор согласовывает цвет покраски с главой района, но Игорь Чигаев предложил обсудить этот вопрос с родителями учеников и педагогическим коллективом. Вторая школа расположена в центре Лобинска. Она стоит практически на маршруте, который уже благоустроен. Улицы Турчанина, Воленина преобразились, и здание школы давно требовало апгрейда. Процесс ускорил глава района. Очередной визит на объект – обсуждение текущих вопросов. Пришло время выбрать цвет фасада. Директоры строителей учитывают мнение первого лица. Я согласен с вами. Если без вот этого, да, вот так, оно все бросает в глаза, вот эти все. Ну, то есть, вот это дерево, оно будет просто. А на шоколадке будет, вот это так остается? Уже все. Поэтому надо какую-то фактуру такую сделать, чтобы она вот эти как. Но нам нужно выбрать вот два цвета. Если здание уже в работе, то на очереди территория двора. Она также должна обновиться. Чтобы динамика была. Туда-сюда цоколь какой-нибудь, где-нибудь забор у нас старый останется с профиля. Потихонечку, по способу, цоколь забора подшить. Новый учебный год в красивом здании. Подарок ученикам и учителям второй школы. Строители укладываются в отведенное время. Темпы, они средние. Конечно, хотелось бы быстрее, чтобы мы уже к 15 августа закончили все работы. Но ввиду того, что в процессе ремонта фасада выявлялось целый ряд дополнительных работ, и мы договоримся о том, что мы делаем не то, что там, на что денежные средства пришли с края, а в целом под ключ делаем, чтобы и цоколь был хороший, и там, где подоконники меняем, и фасад был выкрашен не просто однотонным, какие-то бежевым, а чтобы это было интересно, чтобы сами дети, родители и педагоги выбрали сочетание, чтобы это красиво и интересно было. Ввиду этих дополнительных работ, конечно, сроки немножко затягиваются. Но, в принципе, по большому счету, я вижу, что к концу августа должны все закончить. Помимо этого, мы приняли решение привести порядок и стелу, и навести порядок в санитарный вокруг второй школы. И напротив, все сооружения должны быть в хорошем состоянии. Мы на этом не остановимся. После того, как фасадной работы и крыша будет закончена, закончена. На следующий год мы обязательно будем планировать по краевой программе благоустройство школы, потому что асфальтобетонное покрытие тоже уже не выдерживает современных требований. Забор. Также, я считаю, центральная школа в центре города должна иметь не только безопасное ограждение, которое соответствует всем нормам, но оно должно являться украшением всей этой передовой территории. Новый директор, вновь назначенный после критических замечаний предыдущему директору, я вижу, пока справляется, понимание есть, и самое главное, есть творческий подход. А вот реконструкция зданий школы искусств к первому сентября не завершится. Слишком большой объем работ, да и сроки по контракту. Конец декабря. Так что все идет по графику. На втором этаже огромного здания уже приступили к штукатурке. Игорь Чигаев с ответственными побывал практически в каждом помещении. Его интересует все, вплоть до технологии. Глава поднялся даже на сцену. Как раз в эти дни рабочие занимаются ею. Сцена хорошая, притом они заходят метр еще туда, отлично. Ну а в дальнейшем уже будем смотреть. Одежда, сцены, звук, все говорю, не трогайте, падуги. Ничего пока. Но во все программы, что проишлет, везде записывают. Свет, звук, одежда, сцены. Важно все. И чтобы акустика была хорошая и красивая отделка. Ведь на этой сцене будут выступать юные дарования и вполне возможно будущие имена мирового уровня. Задача власти создать максимально комфортные условия. Остальное за педагогами. Да. Здесь, конечно, это нужно объективно признать самый сложный объект в районе. Почему? Потому что здание старое, проект 2009 года. И даже с 2009 года к моменту строительства, вот мы в прошлом году начали, уже с момента создания проекта многие строительные материалы уже не существуют. К сожалению, часть помещения пришла уже в дополнительно ненадлежащее состояние. Ну если для галочки все это делать, можно глаза на это было закрыть, закрасить, забелить, заштукатурить, как согласно проекту сделать и на этом успокоиться. Но мы думаем не о сегодняшнем дне, а смотрим на десятилетия период, поэтому мы сознательно немножко темпы застопорили, обратились в проектную компанию, посмотрели, какие новые проектные решения, какие есть новые отделочные материалы, современные. Все это согласовали с институтом, со всеми стройнадзором, для того, чтобы не было никаких нарушений. И после чего, да, несколько месяцев ушло у нас на бумажную работу, но сейчас уже темпы активизировались, уже второй этаж отделочной работы в финальной стадии подходят к укладке плитки, поклейки, обои, первый этаж, все тяжелые работы завершены, витражи, заказана фасадная система, со следующей недели обязуется уже фасад полностью отделывать и приступаем активно уже к благоустройству прилегающей территории. По Эркеру есть несколько вопросов, ну я думаю, на этой неделе определимся уже с окончательным проектным решением, что усилять для того, чтобы вот эта вся конструкция, которая над нами находится, она гарантированно долгие столетия еще стояла и никаких трещин, ничего здесь не было. На это будет заключение экспертов, изыщем обязательно дополнительные финансовые средства для того, чтобы всю эту работу провести. В принципе, у меня нет никаких сомнений, что к концу, как по контракту до 20 декабря мы эти работы все сдадим, но очень хочется по теплым временам года это открыть, поэтому я обязательно буду спешить, но не ущерб качеству. Помимо этого, давал поручение городской администрации, не отработали, мы договаривались о том, что не просто ДК придем соответственно, придем прилегающие улицы, соответственно, уже денежные средства выделены, после того, как газопровод здесь закончат укладывать, мы обязательно приступим к замене асфальта покрытия, строительству новых тротуаров, там где они есть, замене их, освещение, посмотрим, придем в порядок, для того, чтобы это был целый, красивый, хороший такой микрорайон. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Этот выпуск новостей подошел к концу, до свидания, всего доброго.